ПАВЕЛ БАГРЯНЦЕВ ПАВЕЛ БАГРЯНЦЕВ ПАВЕЛ БАГРЯНЦЕВ ПАВЕЛ БАГРЯНЦЕВ В идеале, если ваше выступление длится не более 15 минут. Но что делать, если нам сказали выступать час, два или три, или может быть даже целый день? То старайтесь тогда каждые 15-20 минут менять картинку. Во-первых, вы можете менять место, с которого вы выступаете. Во-вторых, вы можете показывать слайды, вы можете показать фильм. В общем, ваша задача любым способом, даже самым номинальным, изменить картинку. Это вам поможет удерживать внимание аудитории. Второе. Структура речи должна начинаться так. 20% это вступление, это ни в коем случае не нужно рубить с плеча. То есть, сразу выйти и рассказывать про какие-то топливные двигатели, агрегаторы. Нет, это неинтересно. С аудиторией нужно пообщаться, нужно, чтобы они к вам привыкли, прониклись. Рассказать анекдот, выйти какое-то приветствие. Для чего вы подготовили эту тему, почему вы выступаете на эту тему. Но главное, не затянуто. То есть, некая прелюдия должна быть, и это 20% должно времени занять. 60% это сама суть. То есть, это вы переходите к теме вашего выступления, и вы начинаете рассказывать то, что должны рассказать. То, что подготовили. И оставшиеся 20% это как раз таки завершение. Опять же, не нужно завершать. Сказали последнюю фразу про топливные агрегаторы. На сегодня это все, я ушел. Все, зал не поймет, что произошло. Зал даже не успеет вам похлопать. Он даже не успеет задать вам какой-либо вопрос. Поэтому в конце выступления, какая-то завершающая речь, какие-то краткие выводы. Обязательно, если есть возможность, дайте время для 2-3 вопросов. Тем самым вы покажете, что вы уважаете аудиторию. И что аудитория слушала вас не зря. Если вы ведете себе такое в практику, то аудитория будет вас любить, и всегда будет очень уважительно относиться к вашим выступлениям. Приведу пример. Когда я начинаю выступать, я стараюсь быть внимательным к аудитории. Я рассказываю про аудиторию, какие-то жизненные истории. И в конце я все время даю время для вопросов, даже если мне говорят, что этого времени практически нет. Таким образом, люди уже знают, что мне очень важно, чтобы я донес ту информацию, которую доносил. И люди за это очень ценят те выступления, когда я перед ними имею возможность что-то рассказать. И это повышает доверие. А это значит, что вас будут слушать внимательнее, чем остальных. Потому что все видят, вы внимательно относитесь к вашей аудитории. Итак, третье, что бы я хотел сказать. Старайтесь использовать как можно больше статистики и подкрепленных фактов. Можно сказать, что все на улице говорят, что бизнес это круто. А если вы скажете, что в моем окружении 5 человек считают, что бизнес это круто. Согласитесь, такой факт, он подкрепленный конкретным примером, звучит намного убедительнее, чем мы говорим обо всем, обо всех. Если в речи нет конкретики, то эта речь не цепляет, эта речь неэффективна. А когда вы подкрепляете вашу речь какими-то фактами, какими-то наблюдениями, точными цифрами, то это звучит намного убедительнее. Вот этот прием я вам тоже всегда рекомендую использовать. Итак, домашнее задание. Во-первых, обязательно запишите некий видеоотзыв о том, что вы вынесли с этого видеокурса, какие результаты у вас были. Итак, тем, кто сделает видеоотзывы, мы обязательно подготовим какой-нибудь приятный, поощрительный приз. Итак, отзыв должен быть примерно следующего содержания. Кстати, отзыв – это часть упражнения. Отзыв – это тоже хорошая практика ораторского мастерства, и записывать себя на видео, на камеру или на телефон – это тоже достаточно сложно. И даже если у вас получится ни с первого, ни с второго, там, с десятого, с двадцатого раза, то поверьте, как только вы запишите полноценный отзыв и будете им сами довольны, то вы потом увидите, насколько лучше вы стали выступать перед камерой или записывать себя на камеру. Это тоже очень хорошая практика, и мы сейчас этой практикой займемся. Ну, во-первых, нужно представиться. Представиться. Во-вторых, расскажите предмет отзыва. Это отзыв о бесплатном, о курсе платном, бесплатном, непринципиальном. О курсе Павла Багрянцева в таком-то, таком-то. Третье. Какой уровень публичных выступлений у вас был или какие проблемы у вас были? Четвертое. Это чем вам помог этот курс, что изменилось после его прохождения? И пятое. Какие-нибудь самые запоминающиеся советы или методики, которые вам понравились? Ну и шестое. Можете какую-то обратную связь, какое-то, можете, ненапутственное слово всем тем людям, которые будут смотреть эти видеоотзывы. Итак, я сейчас приведу пример. По какой структуре отзывы нужно уметь записывать? И по вашей деятельности это тоже всегда пригодится. Отзывы обязательно нужны о любой работе. И вы сегодня как раз-таки научитесь работать с отзывами, что немаловажно. Итак, здравствуйте. Меня зовут Павел Багрянцев. Я проходил курс Павла Багрянцева по ораторскому мастерству. Дальше третье. До этого курса я не умел выступать публично, не умел жестикулировать, боялся сцены и вообще сторонился людей. Но после этого курса я начал уверенно выступать, раскрепостился, научился там удерживать внимание зала, научился лаконично выступать. У меня изменился голос. И мне больше всего запомнилась методика, как побороть страх сцены. И всем я рекомендую проходить этот курс и рекомендую работать над собой, ни в коем случае ничего не бояться и не стесняться. Вот вам самый простой банальный пример обычного видеоотзыва. Не нужно какие-то дебаты, речи. Давайте конкретику, чем он вам помог. Нам не нужны наигранные какие-то натянутые слова. Нам нужно, что на самом деле произошло. А я уверен, что если вы все выполняли, то непременно у вас наступили изменения. Если вам понравилось это видео, поделитесь обязательно им в социальных сетях. Как я уже сказал, я не могу вам в этом небольшом видеокурсе передать весь свой более чем 10-летний опыт выступления, а также работы на радио, телевидении и проведении мероприятий на тысячи и десятки тысяч человек. Это просто невозможно, но кому это будет интересно, вы сможете увидеть в других наших курсах. И, собственно, выкладывайте ваши видеоотзывы или письменные отзывы под этим видео в комментариях. И непременно, надеюсь, до новых встреч. С вами был Павел Багрянцев, автор бесплатного мини-курса «5 секретов, как быстро научиться выступать публично». Я с вами прощаюсь, до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok